Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал и в этом видео мы поговорим на тему 10 скрытых функций iPhone, о которых вы возможно не знали. Если включить эти функции, телефон будет работать лучше и эффективнее. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои видео в телеграме, ссылка на которые в описании. Итак, первая функция у нас находится в настройке музыка. Я, честно признаться, не знал об этом, но тут есть переключатель коррекция громкости. То есть он выключен всегда по умолчанию и тут нет никакого описания, то есть толком непонятно за что он отвечает. Но погуглив, почитав информацию на форумах Apple, я понял, что это классная вещь, которая позволит слушать музыку еще комфортнее. Потому что когда вы, например, слушаете какую-то песню, она может быть громче, чем следующая. То есть у вас, например, громкость стоит на минимуме, допустим, а следующая песня играет настолько тихо, что ее просто не слышно. Так вот, коррекция громкости в настройках музыки отвечает за то, что она сама подстраивает громкость вашего устройства под тот контент, который вы на нем воспроизводите. Это очень классно и лишний раз не нужно прибегать к переключателям громкости. Так что обязательно включите коррекцию. Очень интересно, использует ли кто-то из вас iPod. Я помню, у меня был iPod еще до iPhone, это было устройство, на котором я и играл, и слушал музыку. То есть я вошел в мир iOS буквально через iPod. Это реально топовое устройство, которое до сих пор, кстати, и iOS 15 поддерживает. На и каталоге можно посмотреть, сколько, например, стоит iPod Touch седьмого поколения. Если вы рассматриваете плеер для музыки, для игр даже, то это тот самый вариант. Здесь у нас есть стоимость, можем посмотреть динамику цен. Динамика цен сейчас действительно колеблется, непонятно почему. То падает, то возрастает, поэтому тут как повезет. Сбоку имеется подбор по параметрам. Вы можете отсортировать все нужные позиции и найти то, что вам будет интересно. В моделях можете посмотреть, какие, например, iPod в нашем случае еще можно найти. Есть характеристики, которые достаточно подробные, на них можно ориентироваться. Тут вся информация о устройстве. И на вкладке «Где купить» вы видите список из магазинов. Для iPod их немного, потому что iPod это достаточно специфическое устройство, но для музыки это самый топ. Здесь просто переходите на сайт магазина и уже совершаете там покупку. То есть никаких наценок или чего-то такого здесь точно нет. Для вас ссылку на iPod Touch седьмого поколения оставлю в описании. Проверьте цены. Плеер реально крутой, а стоит буквально как последний Airpods. Вернемся к скрытым функциям. И следующая фича касается настоящего ночного режима, который будет работать всегда. Как вы знаете, когда вы заходите в камеру, например, в темное время суток, у вас это все происходит автоматически. Ну или сами вручную вы должны выставить вот этот переключатель ночного режима, чтобы делать фотографии в темное время суток или просто при плохом освещении. Так вот, если перейти в настройки, камерам, сохранение настроек, здесь имеется ночной режим. Вы просто включаете этот переключатель и у вас всегда ночной режим будет работать. Очень полезно, например, если вы любите вечером куда-то поехать и чаще всего так и происходит, включайте ночной режим, чтобы он был максимально всегда включен. Следующая настройка касается стандартных карт. Если вы используете стандартные карты от Apple, то там есть классная фича, которая касается направления. Например, вы задали себе маршрут, идете по улице, телефон у вас, как правило, опущен, и просто иногда вы на него посматриваете. Так вот, если зайти в настройки, карты, здесь имеется вкладка «Пешком», и там есть «Поднести и посмотреть». Когда вы будете поднимать устройство в режиме реального времени через камеру, карта будет вам рисовать, куда идти. Возможно, в некоторых регионах это работать не будет, но есть страны, где это функционирует и в целом можно пользоваться. Бывают ситуации, когда вы общаетесь с Siri и просто не слышите, что она вам там отвечает, потому что вокруг вас слишком громко, приходится подносить устройство к голове, чтобы что-то понять. Но есть один переключатель, который спрятан в настройках Siri, который позволит проще ее воспринимать в шумных местах. Заходим в настройки «Сири и поиск», и здесь имеется вкладка «Ответы Сири», и там вы можете включить субтитры. То есть, когда вам Siri будет что-то отвечать, это все будет дублироваться еще и в тексте, и не обязательно будет ее слышать, просто можете читать в шумных местах. Проверьте, включите, потому что реально иногда полезно. Наверняка все слышали о функции управления голосом. Эта фича спрятана в настройке «Универсальный доступ», «Управление голосом». И здесь вы можете настроить управление вашим устройством с помощью вашего голоса, то есть даже устройство не нужно будет касаться. Как это работает? Например, если вы хотите сделать собственный жест для социальных сетей, когда вы будете говорить что-то вроде «Дальше», а лента сама будет листаться, то здесь нужно зайти в настройку «Команд». Выбираете настройку и нажимаете на кнопку «Создать новую команду». Сюда необходимо вписать фразу, ну, пускай это будет «Next». Ну, по-английски, мне кажется, будет работать эффективнее. Для этого выбираем действие и выбираем запустить собственный жест. Нам этот жест необходимо нарисовать. Так как это свайп для перелистывания ленты в социальных сетях, то, ну, логично, что это просто какой-то определенный свайп. После этого мы сохраняем этот жест, переходим в различные социальные сети, потому что жест этот работает везде. И просто в моем случае я говорю «Next» и видим, что лента сама листается. Это даже в ТикТоке будет работать. Но так можно даже разблокировать устройство, просто введя пароль и сказав определенную фразу для разблокировки. Короче, управление голосом, тут просто можно творить что угодно с вашим устройством. Попробуйте эту фичу, поэкспериментируйте, напишите, какие еще крутые идеи с управлением голосом вы могли придумать. В универсальном доступе внизу есть гид доступа. Это классная фича, например, для школьников. Если вы учитесь в школе, у вас постоянно просят устройство, чтобы поиграть. Например, у ваших друзей нет iPhone, а у вас есть, у вас крутые игры с крутой графикой и вот это вот все дело. То есть ваши друзья постоянно типа «Да, я посчитаю все это в калькуляторе», а потом «Опа, они играют в Critical Ops». Ну, как бы это очень раздражает, я понимаю, сам через это проходил. Так вот, гид доступ позволяет залочить устройство на одной программе, что из нее даже выйти нельзя. То есть там настройка очень банальная, но чуть ниже есть пункт под названием «Автоблокировка экрана». Моделируем ту же ситуацию, у вас попросили iPhone, чтобы посчитать что-то в калькуляторе. Ну, сколько для этого нужно времени? Ну, камон, одна минута или даже меньше. Ну, так вот, если поставить автоблокировку на одну минуту, включить гид доступ в калькуляторе, что из него нельзя выйти? Через минуту устройство заблокируется прямо в калькуляторе и вам его по-любому вернут, потому что пока не ведут пароль или датчик не просканирует лицо, устройство будет продолжать быть заблокировано. Так что обязательно, если вы используете постоянно гид доступ или так вот передаете кому-то устройство для какого-то определенного приложения, включайте такую автоблокировку. Многие люди по умолчанию используют стандартную почту. Это их основной клиент для активности через почту. Так вот, в стандартной почте есть одна фича, которая очень клуртая, и которой не хватает, например, в других сторонних приложениях типа Spark, которые использую я. Так вот, например, когда в стандартной почте вы с кем-то общались, а потом с этой почты резко начинает лететь спам, или вам просто спамят с какого-то определенного электронного адреса, то вы можете отметить письмо как заглушенное. А в настройках почты есть пункт с выключенными уведомлениями, и вы можете выбрать, что с такими письмами делать. Например, сразу удалять, потому что это кто-то спамит, или просто какой-то дурачок вам постоянно присылает какую-то ненужную информацию. Так вот, используйте эту фичу, она реально классная, и так вы будете видеть меньше спама в почте. Фух, подходим к концу видео, и почему-то это видео дается реально сложновато. Буду реально рад, если поддержите видео пальцем вверх, потому что, ну вот как-то после праздников тяжело. Так вот, теперь мы кастомизируем немного ваши контакты, и мы это никогда не упоминали в видео, потому что, ну, не было такой необходимости. Но если перейти в контакты, то там ваши контакты изображаются как одно имя, потому что там в настройках контактов включено краткое имя. Так вот, если у вас, например, много людей с одним именем, вот попробуйте догадаться, кто есть кто, не заходя на саму карточку контакта. Так вот, если мы перейдем в настройки, контакты, здесь имеется краткое имя, и оно стоит на только имя. Здесь вы можете кастомизировать и переключить, как вам удобно, чтобы это была первая буква имени и фамилия, например, или просто фамилия. То есть так вы для себя детальнее сможете понимать, кто есть кто в контактах. Честно признаться, никогда это не упоминал, и даже не знал, пока не зашел проверить. Фича, которая касается заметок. Если заблокировать экран, опустить пункт управления и нажать на заметки, то, чтобы перейти в само приложение, устройство должно вас разблокировать. На это теряется время. Но если мы зайдем в настройки, заметки, там в самом низу имеются заметки на заблокированном экране. Если вы включите, всегда иметь доступ к заметкам, даже если устройство заблокировано. Вот мы его блокируем. Я также опускаю шторку, нажимаю на пункт управления, и тут у нас, видим, есть заметки. Нажимаем их сразу и переходим в заметки. То есть так можно быстрее создавать заметки прямо с заблокированного экрана. То есть если вы это делаете постоянно, или у вас есть заметки в пункте управления, то включите этот пункт также, будет удобней. Следняя фича мне очень понравилась, потому что были у меня такие проблемы. Вернее, на устройстве моей мамы, когда верхний динамик просто переставал работать, было очень глухо, и когда мама говорила по телефону, она ничего не слышала, потому что верхний динамик был чем-то забит. То есть там приходилось вскрывать дисплей. Ну, это уже другая история. Так вот, если у вас такая же проблема, у вас забит верхний динамик, или он просто отказался работать, то вы можете зайти в настройки, универсальный доступ, касание, и здесь имеется шнек звука. Вы можете сюда зайти и поставить динамик. Теперь, когда вам будет приходить вызов, вы будете брать трубку, у вас звук будет сразу не через верхний динамик, а через нижний, потому что вы это выбрали. Так можно ходить, пока не решите проблему с верхним динамиком. Скорее всего, там просто засорился сам динамик, то есть эта сетка, она полностью в пыли, и ее нужно банально почистить. Но чтобы это сделать, нужно вскрыть устройство. А это время и деньги. Поэтому не всегда люди это делают сразу же. И ходят, ничего не слышат, и пытаются отвечать, как-то громко кричат. Ну, короче, это очень больно со стороны смотрится. А так вы можете включить и пользоваться обычным динамиком. Вас также будут слышать, и вы будете слышать. То есть вот такой небольшой совет. На этом все, ребят. Вот такое получилось видео. Это 10 функций iPhone, которые стоит проверить и включить, потому что устройство будет еще круче. Пишите в комментариях, какие еще настройки стоит проверить. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok